Опять на те темы, которые волнуют многих, буду высказывать, продолжать свою позицию, основанную на личном опыте моем, или тот опыт, в который я, опыт тех людей, в которые я достоверно верю, считаю достоверным. Сегодня я хочу, чтобы мы поговорили о таком явлении, как домовой. Он бывает, конечно, и инициатором полтергейста. И опять же, домовой как деньги, как скальпель, его делаем злым или добрым мы. Сейчас, конечно, не всем везет иметь у себя в жилище домового. Почему я говорю о том, что везет? Везение вообще спорная штука, но действительно здорово иметь у себя в доме такое явление, которое еще и благожелательно настроено к жителям этого жилища. Ну, время идет, растет. Количество недвижимости растет, количество людей растет. Не знаю, растет ли количество домовых. Ну, а мне, я не скажу посчастливилось, но довелось несколько раз столкнуться с этим явлением воочию. И причем, со стороны, когда домовой меня не воспринял, это было самое яркое впечатление. Первое упоминание о домовом в моей жизни было от моей мамы. Она рассказывала о том, что когда мы переехали, ей было около 14 лет, в новый дом, бабушка ее, которая была потомком казаков-характерников, и она была ведающим человеком, моя прабабушка, она могла оборачиваться животными и проявляла свои знания в жизни, помогая людям. Она была ведунья. И вот моя прабабушка перенесла в дом домового. И уже переехали, перевезли все вещи, и перед первой ночью она пригласила, точнее, домового переехать из старого дома в новый. Обряды существуют, они достаточно простые для этого. И, конечно же, люди раньше знали и исполняли их. Они понимали, насколько важен домовой и его доброе отношение к семье и к дому. На самом деле и целостность дома, и пожары, и все остальное прочее, и кражи, также зависели от того, насколько хороши отношения с этим духом дома, как хотите, оберегом дома. Но это абсолютно живое существо, которое периодически становится видимым. Я думаю, что это существо четвертого-пятого измерения, которое периодически по своей воле проявляется и делается видимым для нас. Так вот, прабабушка сделала все для того, чтобы перенести домового в новый дом. И когда уже семья уселась, кто на полу, на новом полу из досок, кто на сундуке, кто на лавке, и моей маме прибежал котенок и сел на ногу. Но этот котенок был весом килограммов 80 по ее ощущениям, как будто бы здоровенный мужик уселся у нее на ногах. Вот, собственно говоря, и вся история. И все обратили внимание на этого котенка. Он шмыгнул в свежую стружку и исчез. Его не стало. На что бабушка, мамина бабушка моя, прабабушка, улыбнулась и сказала, «Пришел хозяин в дом». И, собственно говоря, всем стало ясно, что это домовое. Моя дочь видела домового в доме, который наша семья снимала какое-то время. Видела его здесь тоже в виде маленького пухнастого зверька. Он не доставлял нам хлопот, наверное, больше даже где-то помогал и так далее. Моя личная встреча с домовым, это было 30 лет назад. Это вообще был мой первый визит вообще в село. Я приехал к своей барышне и, в принципе, коротал ночь в том, что ожидал, когда же она соизволит ко мне в спальню. Прийти в опочивание. И уже задремал, вырубался. А село было забитое. Там, я не знаю, радио было, свет был. Но так, недавно, по всей видимости. И вот все было освещено луной. И лежало я на спине. И такое ощущение, что кто-то сел на меня верхом. И сел довольно здорово. И начал душить. И как-то я встрепнулся, руками взмахнул. Что-то с меня спрыгнуло невидимое и убежало в другую комнату. И так повторялось несколько раз. Пока я не дождался свою барышню. Рассказал ей. А утром бабушка сказала, что я домовому не понравился. Ну, я там пару дней побыл. Больше это не повторялось. Но такое проявление, в общем-то, было. На пограничном состоянии между сном и не сном. Поэтому лично мое мнение, что домовой существует. Домовой проявляется в тех формах, которые мы готовы воспринять. Я думаю, что и того размера, который необходим для какого-то воздействия. Действительно, если домовому что-то не нравится, я думаю, что он может нас очень здорово наказывать. И тем, что будут пропадать вещи. Какие-то и будет ломаться какая-то техника. И так далее, и так далее, и так далее. С домовым очень легко задружить. То есть, действительно, умилостливить его дарами и так далее, очень просто. Поэтому, если вы заметили, что у вас в доме есть домовой, радуйтесь. Оставьте ему конфеты, оставьте ему фрукты, оставьте ему открытым банком меда или варенья. Говорите с ним, просите его о том, чтобы он вам помогал. Если вы видите, что периодически он играет открытием дверей без сквозняков, перестановкой предметов, исчезновением вещей, договаривайтесь. Домовой не человек. С ним очень легко договориться. Просто нужно его уважать, почитать и понимать, что на самом деле он в каком-то смысле хозяин вашей недвижимости. И может вам помочь ее уберечь в хорошем состоянии. И неприкосновенной, и от воров, и от всего остального прочего. Гораздо эффективнее любой сигнализации и всего остального прочего. Поэтому я скажу свое личное мнение. Я верю, что такое явление существует. Я не знаю, какой формы и как он выглядит, кроме того, что я описал. Других моих личных контактов в этом не было. Поэтому, собственно говоря, что-либо большее утверждать, чем мой личный опыт, я не могу. Я знаю, что, по сути, какого волка кормишь, тот того и получишь. Поэтому, как вы относитесь к домовому, то вы в ответ и получите. Поэтому, я считаю, уважайте себя. Ведите себя достойно. В том числе, с теми явлениями, которых вы не понимаете. Бояться нечего. Но, наверное, надо, уважая себя, уважать и все остальные формы жизни. Не надо никакого страха. Бояться нечего. Кроме своей глупости и невежественной.